Привет, ребята, с вами Стрванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик пойдет, наконец-таки, непосредственно про новый наш корпус, который уже появился у нас в раннем доступе. Это корпус Crusader. Мне его выдали уже пару-тройку дней назад, дабы я мог полноценно заценить, оценить, рассказать вам все, что я думаю по этому замечательному нагибаторскому корпусу. Поэтому сегодня сделаем кратенький обзорчик. Играл я на нем один раз на тестовом сервере, буквально там минуты, наверное, полторы-две, может быть, да, может там чуть-чуть больше. И, в принципе, мое мнение по этому корпусу было максимально, ну, такое, короче, не очень замечательно, мягко говоря. Поэтому посмотрим, что будет из себя представлять данный замечательный корпус. Сыграем одну каточку на защитнике. Ну и сыграем одну катку на Кризисе. Посмотрим вообще, что у него там с полетом. Может, с Кризисом он будет себя чувствовать получше. И можно как-нибудь там будет с ним что-нибудь разваливать. Все-таки средний корпус за счет быстрой скорости. Может, как-то там можно будет хоть более-менее летать. Поэтому не знаю, что из этого получится. Что касаемо овердрайва, из того, что я видел, мне он не понравился. Если его не поменяли, и он остался такой же самый, как он был на тестовом сервере, чего я практически на 100% ожидаю, и на практически на 100% я уверен, что такой же самый овердрайв и остался, то тогда все не так хорошо с этим замечательным корпусом. Я считаю, что он не находится в столь замечательном балансе. Ну, давайте для начала, наверное, сыграем, а потом я уже буду подводить итоги. Это лишь то, что у меня было в голове на момент теста данного корпуса на тестовом аккаунте. Возможно, сейчас что-то поменяется, и я, например, скажу, что этот корпус там лютая какая-то имба. Вроде как по развороту неплохо, но... Что-то как-то я уже разучился летать на таких корпусах или что. Что-то как-то летит он странновастенько. Просто, наверное, я привык к тому, что я как-то быстро улетаю. А здесь я улетаю как на какой-то матрешке. И это все происходит очень-очень долго. Я не знаю, как я до сих пор живу и как я до сих пор еду, но я доехал почти до центра карты. Но такое ощущение, как будто я на тарелке какой-то. Вот реально, я, короче, на тарелке. Она, конечно, немножко побыстрее, чем Арес, но по сути ничем не отличается. И выглядит она, к слову, так же само, как Арес. Если у Хоппера хоть какой-то есть свой уникальный вид, то здесь никакого уникального вида нет. И у меня ощущение такое, что я вот на том же самом Аресе, только он чуть-чуть побыстрее едет. И все. Так, ну вот, я подбираю овердрайв, заряжаю и сливаю одного типа Совера. Окей, хорошо. Если бы это был бы шар Ареса, то он бы шел бы дальше, да? То есть, вне зависимости от того, соприкоснулся бы он там, не соприкоснулся бы, да? То есть, если бы там только стенка была бы, то тогда бы он взорвался. А так, если он летел бы, то он мог лететь и через противника, и все равно бы нормально и эффективно бы работал, да? То есть, вот уже, если сравнивать данный овердрайв с овердрайвом Ареса, то здесь я могу уже сразу сказать, что этот овердрайв намного хуже, да? При том раскладе то, что на Аресе сейчас никто не играет, и этот корпус... Ну ладно, не то, что никто не играет, играет очень маленькое количество игроков, потому что корпус не находится в балансе, в котором его стоит использовать. Так, ну я пока вижу, что большое количество противников сконцентрировано на своей базе, и я надеюсь на то, что я хотя бы еще один овердрайвик там прожму, и смогу хотя бы что-то фармануть с этого. Что касаемо пушки, если кто не видит, то у меня устройство на пробитие, да, стоит на рельсе, поэтому не удивляйтесь, что там пробитие на противников накладывается. Это все благодаря вот этой вот замечательной рельсе, которая это пробитие делает непосредственно. Ну я бы не сказал, конечно, что это суперэмбол в этом какой-то устройстве, но просто есть. Почему бы на нем не покатать, потому что это Арес... Ой, Арес говорит. Ну летающий, короче, корпус, он все равно с мышкой играется как с приваренной башней, поэтому никакой разницы, наверное, как по мне, нету использовать данную пушку или там использовать что-то другое. Ну я вот не знаю, ну вот я могу, в принципе, наверное, запустить вот сюда. Мог бы запустить овердрайв вперед. Ну ладно, остался у меня овердрайв. Сейчас посмотрим. Вот заряжу я, короче, овердрайв. Попробуем, давайте зарядить его вот отсюда и прям до вражеского респа. Мне вот интересно будет посмотреть вообще, во-первых, долетит он, с какой скоростью он долетит. А я не успел. Ну вот сейчас кто-то будет подбирать. Давайте заряжаем сосулю. Оп. Ну, летит быстро, но попасть ей очень тяжело. Ну реально, то есть это как будто... Как будто я делаю выстрел грома, при том раскладе то, что сплэш урон у этой сосульки, я так понял, намного, намного меньше, нежели сплэш урон у ареса шара. То есть, ну, в очередной раз это минус. И где же тогда плюсы? Где же тогда плюсы этого корпуса? Плюс в том, что у него хп 3000. Ну окей, хп 3000. И что? И что мне делать с этими 3000? Я не имею дополнительной скорости, я не имею дополнительного какого-то преимущества. То есть, никаких плюсовых вещей у этого корпуса нет. Их просто нет. То есть, какой мне смысл играть на этом корпусе, если я, например, могу использовать тот же Хоппер, да? Или Викинг, да? Если уж сравнивать со средним корпусом, да? Где будет у меня хороший овердрайв, где я смогу неплохо наваливать и при этом еще и комфортно себя чувствовать на гусеницах, а не на летающем корпусе, на котором большинству игрокам еще и не так уж комфортно играется. Ну ладно. Еще осталось 2 минуты. Давайте попрошу... Попытаюсь зарядить еще одну сосулечку. Не знаю, получится у меня зарядить, не получится. Но мне уже крайне-крайне не нравится, если честно, то есть корпус замечательный. Ну вот, заряжаю сосулю. Залетает она по одному игроку и урон от сосули 2000. 2000. Это очень мало. Плюс, ко всему прочему, у этой сосульки есть эффект пробития и заморозки. Но вопрос в другом. Если ты убиваешь противника, для чего эффект пробития и заморозки? Если ты не убиваешь противника, а для чего тогда такой овердрайв, если его, например, все так же сравнивают с аресом, который не может убить противника? Здесь вопрос в вопросе. У меня очень много вещей, с которыми я не согласен. И это не то, что там, знаете, быстрый корпус, быстро сливают и все. Как это было с хопером. У хопера есть отличный овер, а здесь нет овердрайва. Здесь есть летающая тарелка средней тяжести, не быстро езжущая и не имеющая хорошего овердрайва. Как ее использовать так, чтобы она была эффективна, я не знаю. То есть, если у нас выходит и появляется новый корпус в игре, то он, по идее, как бы должен быть направлен на то, что, ну, он как бы там имба, там, или еще что-то, да. То есть, чтобы был какой-то профит его там покупать, играть на нем, да. Ну, сплэш урон, к слову, есть небольшой, но он маленький. То есть, если сравнивать с аресом, вот сейчас я зарядил, как бы сплэш урон был, но он маленький. Поэтому очень много у меня вопросов с этим корпусом. Я считаю, что, наверное, разработчики немножко поторопились с его выводом на основные сервера. Я считаю, что он довольно сыроват, да. Если уж сравнивать Hopper и Arres, то там хотя бы была какая-то больше задумка и с тем же овердрайвом, да. И как бы даже если посмотреть на Arres, что это тяжелый корпус, но там хотя бы есть овердрайв, который можно в теории использовать очень практично, да, в определенных режимах. Можно там, например, прожимать овердрайв и ехать вместе с овердрайвом по одной и той же траектории, с одной и той же скоростью. Да, и за счет этого он тебя будет там хилить. Плюс, ко всему прочему, все противники, которые будут рядом с тобой, он будет еще убивать. И тогда это получается очень эффектная работа. Что касаемо этого корпуса. Ну, давайте попробуем сыграть на Кризисе. Я не знаю, что у меня здесь получится. Возьму, давайте, Кризис и возьму, давайте, наверное, Фреза, да. Дабы у меня была такая более быстрая установочка. Ну и пикнем захват флага. Удастся ли мне вообще увести хоть один флаг? Вот вопрос. Самый главный, который меня волнует. на Хоппере, я уверен, что реально это сделать. А вот реально ли сделать это на вот таком вот замечательном корпусе? Давайте меня тоже запикивать. Тут три минуты до конца. Берлин. Давайте пробовать. Смотреть. Я не знаю. При поворотах, при стрейфах довольно медленно поворачивается, если честно, корпус для Кризиса, как по мне. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим, смогу ли я на этой тарелке что-то дернуть. Я не смогу. Вот, что-то мин. Ясно. Понял. Мины нахалывался. Так, ну давайте попробуем, не знаю, тут где-то через левую бровочку объехать, как-то заехать, дернуть. Еще-то как-то попытаемся. Я понимаю, что это, наверное, не самая лучшая карта, но... как вариант. Посмотрим. Это здесь, посмотрим. Я не знаю, там столько минит. А, вон там, видел. Вика арта это была. Ну, пока тарелка себя не оправдывает вообще абсолютно никак. Два раза я уже нарез пошел. При том, что я ДРА нажимал, чтобы на минах особо не сдохнуть. Но, как вы видели, все равно меня унесло. Все равно меня унесло. Так, тарелочка, тарелочка, тарелочка. Тарелочка, дай-ка мне флажочку ввести, тарелочка. Опять мин, я понял. Пацаны дефят. Но это тяжело. Я понимаю, что тяжело, то даже, наверное, не больше, не от корпуса зависит. То, что я не могу ввести. Но, вот, например, у меня на, на этом самом, на Хоппере был бы сейчас супер-мега-крутейший овердрайв. Да, то есть, я бы смог бы просто полететь, подобрать, улететь, и все. Здесь, в плане увозов, реализовать корпус, я считаю, наверное, что невозможно. Боя сосулья полетела так. Я дотупил немножечко. В общем и целом, друзья, вы сами понимаете, что данный корпус реализовать все в матчмейтинге очень сложно. Ну, прям, очень сложно. Крайне тяжело это сделать. Можно, конечно, постараться, попытаться, если он там, любить или экспериментировать, но я вам, с точки зрения игрока, который играет на довольно нимбовых всяких сочетаниях и вооружениях, могу сказать, что это явно не тот корпус, на котором можно будет комфортно играть, не гибать. Посмотрим, конечно, на этот корпус. 8 на 8, ведь уже совсем скоро у нас вернется в матчмейтинге 8 на 8, может быть, что-то поменяется и 8 на 8 будет более комфортно играть с данным корпусом, но 16 на 16, если вы хотите реализовать данный корпус, корпус, на котором вы сможете, например, увозить флаги, то, к сожалению, у вас, скорее всего, ничего не получится, потому что, ну, вы видите, как-то просто резко, да, там мины ставятся, да, окей, но... Я не знаю, я не знаю, как надо реализовывать этот корпус, но я считаю, что при тех характеристиках, которые имеет на данный период времени данный корпус, его реализовать, ну, прям, крайне сложно. Может быть, это реально, но это надо еще придумать. Это надо придумать, это надо подумать, может быть, где-то все это дело можно было бы реализовать, но пока я считаю, что этот корпус абсолютно является неконкурентно способным другим корпусам, даже летающим, и даже тот же ARES является лучшим по сравнению с этим корпусом. И я считаю, что прокачивать его, покупать на данный период времени я лично точно не буду. То есть, я не вижу абсолютно никакого смысла. Я, возможно, таки надеюсь на то, что его апнут, потому что, ну, с точки зрения даже там тестов каких-то, надо было смотреть больше на то, что он не нагибает, да, у него нет какой-то, возможно, задумка с этой сосульей неплохая, да, только она должна работать тогда по-другому, да, у нее должен быть большой сплэш урон, то есть, она летит очень быстро, соответственно, ей попасть очень сложно. Это как гром, даже быстрее грома, как Гаусса выстрел, да, и это овердрайв, у него должен быть тогда большой сплэш урон, и за счет того, что там все танки будут попадать в этот сплэш урон, они еще будут все эти танки замораживаться и даваться пробития, даже если они не будут умирать, да, при большом сплэше, но там сплэш такой, как у какого-то там магнума, условно, да, и реализовать его, ну, в матчмейкинге 16 на 16, я бы сказал, практически невозможно. Что вы думаете, друзья, вообще по этому корпусу? Вот такое вот мнение у меня сложилось с обзором его, напишите в комментариях, мне будет тоже интересно почитать, возможно, кто-то уже с ним поиграл, будет мне интересно узнать вашу позицию по всему этому корпусу, ну, и будете ли вы вообще покупать его, напишите, мне будет интересно, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписочкой на канал, мне будет также приятно, если вы подпишетесь, но у меня на этом, друзья, все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,